МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации и телерадио компании Гомелю. Студы и працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. У пошуках хлебших сегодня у ГДУ прошел отборочный тур в рамках международного конкурса от компании Хуауэй. Смачно и корисно в областном центре приняты широк решения на контрорганизации харчевания в школах и детских садах. Премьеры и аплодисменты аншлаги. В Гомеле стартовал 14-й международный фестиваль «Славянские театральные встречи». А зараз об этом и иншим больше подробязно. Керевник державы обозначил самое острое питание, которое нужно решить в ближайший час Миншине. На нараде с активом региона Александр Лукашенко звернул увагу на тое, что столичная в область повинна быть лидером у социально-экономичном развитии. Так само президент нагадал об необходности росту зарплат вовязцы с продукционностью працы и доручил вырешить питание выносу из Минска буйных промысловых предприемствов. Особная увага политицы. Зусім недавно завершилась великая электоральная кампания, с которой нужно делать выводы. На недавних выборах народ вызначил свой парламент. И на депутатах, и на всех отказных особых ляжет великая отказность. Поэтому я вас очень прошу, помните, что сегодня мы с большими портфелями, а завтра мы будем обычными людьми. Чтобы не было мучительно больно вот за эти годы перед народом. И чтобы у нас потом, как в народе говорят, палками не бросали или камни в окна не забрасывали. За наше нынешнее отношение к тем людям, которые нас поставили на эти должности. Всех нас, от президента до сидящих здесь государственных служащих. Головным потребованием до выражения поставленных задач остается дисциплина в выконании доручениях больше за всю проблему сельской господарцы. Особливую увагу, по словах Александра Лукашенко, необходимо надать работе со зворотами граждан. Это пытание администрация президента держит на особливом контроле. Протягиваем выпуск. Сегодня у ГДУ Мяфранциска Скарины пройшел отборочный тур в рамках международного конкурса от компании Huawei. На начале следующего года переможцы примутся дело в республиканском этапе. Головный приз – стажировка в Китае. Правда, для этого уже сейчас необходимо быть специалистом в сфере информационно-коммуникационных технологий и добро ведать английскую мову. Тему протягнуть наши корреспонденты. Сегодня у Гомельским Державным Университете ведется навучание по пяти специальностях, які относятся до IT-сферы. Причим, это, правда, грунтовная подрыхтовка. Во всяляком случае, без працы выпускники установки николи не застаются. Об достигнениях китайской компании Huawei тут так само добро ведают. Летось навод наведали и Минское представительство. Зараз у студентов появляется махчимость наведать доследшие лаборатории непосредственно в Китае. Во университете лечать, что тут есть студенты, которые могут выиграть проводимый компанией конкурс. Уровень у нас соответствует, потому что наши студенты участвуют в различных мероприятиях международных, занимают там призовые места. И уровень там вполне соответствует. Какая компания, как Huawei, уже приехала к нам в университет, для того, чтобы поработать с нашими студентами, значит, есть с чем работать, есть с кем работать. У Гомельским Державным Университете имя Франциска Скарыны представники компании Huawei у першиню. По великим рахунку, это крок по реализации меморандума об подрыхтовце беларускай молодзи у сферы информационно-коммуникационных технологий. Этот документ помеж компанией Huawei, Министерством Сувязей и Коммуникации Беларуси, Республиканским Министерством Адукации и компанией по развитию индустриального парка «Великий камень» был подписан в лепени этого года. Причем только проведением конкурсов для студентов и организации стажировок для выкладчиков ВНУ супрацовництва не обмежевывается. У Гомеля представники компании презентуют наинувшие технологии на кшталт «Аразумный город» и 5G, пятого поколения мобильной Сувязи. Сирот плюсов – звышные дейные системы коммуникации и высокая худкость интернету. Причем новые лишь БВ технологии можно с поспехом выкористовывать практически во всех сферах, в тем леку для навучения студентов. Можно с высокой скоростью 5G использовать эти стационные. учеба, не надо туда-сюда ездить. Конечно, сейчас наши интернеты тоже. Можно сказать, что мы скачаем, нужно час или часа два. А если с 5G, то мы можем скачать как электронные занятия за секунду. И сразу мы можем учиться онлайн. То более эффект лучше. И в протяге темы супрацовництва. Подчас приезду представников Хуауэй, керавництва Гомельского державного университета, выказывая пропонову открыть специализованный класс от компании и затвердить от ее некольки стипендий. Олег Сентюров, Сергей Нигеревич, Валерий Гопанько, телерадиокомпания Гомель. Сегодня у Гомеля прошел мини-кермаш вакансии. Працовные месцы пропоновали предприемства и Гомель Прамбут и завод станочных вузлов. Суискальникам пропоновали вакансии станочника, токара, фразеровщика, инженера по якости, вытворцы работ. Кожных из претендентов в первую чергу цикавило пытание заработной платы. В залежности от квалификации и объема работ я на складе до тысячи рублей. Как означают специалисты городского управления, ситуация на рынке працы зараз стабильная. Один из наибольшоэффективных способов пошуку працы – электронный кермаш вакансии, коли соискальники могут запомнить анкету и отримать отказы на пытание на конт будущего места працы, не выходящий с дому. Вся род сфер, где сегодня потребуются высококвалификованные специалисты, вытворшись, будавництво и гандаль. Сегодня значительная доля имеющих вакансии работников торговли. Поэтому мы даже вынуждены ввидеть такую ситуацию на будущий год разрабатываем программу, что с нашей стороны, что со стороны образования, для того, чтобы потребность у специалистов торговли, отрасли торговли, была снижена в следующем году и заполнить эти вакансии. Ухомельскими гарвыконками принято решение, которое отыщется организацией харчевания во установах эдукации. У приватности плануется усмоцнить контроль за житовлением закупок продуктов для дошкольных установ, укомплектовать усе детячие сады и школы города медицинскими работниками, которые будут контролировать какого-то харчевания, а также провести анкетование наученцев на конд их перовах. Для того, чтобы познакомиться с реальной ситуацией, наши корреспонденты наведали несколько школ Гомеля. Все не только в гомельских школах, что день харчевания отрымливают около 50 тысяч человек. Еще 23 тысячи порций рыхтуются для выхованцев детских садов. Процесс находится под постоянным контролем санитарных службов. Только в этом научальном году специалисты городского центра гигиены и эпидемиологии проверили около 50 школ. Порушение, которое выявляется наибольшь часто – невыконание нормы ухарчевания и технологии приготовления особных страв, у некоторых установок приймали продукты без документов, которые подтверждают их якость и безопасность. А ли, с оправдой, грубых порушений, у которых могут оказать негативный вплыв на здоровье наученцев, в последний час не выявляется. Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, такие как несоблюдение режима уборки помещения, нарушения примытья, использования деформированного по всем фактам выдаются рекомендации об устранении нарушений. Разом с тем, все больше видовочным становится той факт, что схему организации школьного харчевания необходимо изменять, начиная от перегляда ассортименту продуктов для приготовления страв. У якости прикладу крабовые палочки, якие активно выкорыстовываются у школьных столовых, медики-перакананы, некоторые харчевые добавки, якие утрымливаются в этом продукте, могут выкликать аллергию, ци обвастрыть хроничные захворваньи. Инша справа, что далека не во усих установах аддукации есть медики, якие повинны контролявать, як и страв. Вырешить гэтую проблему у гомельских гарвы конкам дарушу центральной городской дитячей поликлинице. Яши одно актуальное питание, некоторые продукты на детьми практически незапотрабованные и часто оказываются сярод отходов. Их дарыши школа не можа реализовывать и вымушена после специальной опрацовки выкидывать узвычайные контейнеры для сметки. Размова идя верагодно об сотнях килограммов харчевых отходов, при том, что продукты набывались за бюджетные сродки. У Министерства аддукации об этой проблеме ведают. Не выключено, что в наступном годе в законодавство будут унесены необходные поправки. Будут перегляджены и сами нормы харчевания школьников. Затвержены 10 годзе тому. Сенеяны явно состарели. К сожалению, последние десятилетия нормы не были пересмотрены. И в настоящее время Министерство образования, здравоохранения знают эту проблему. И к концу 2020 года приблизительно эти нормы должны быть пересмотрены. Олег Шанчуров, Вольга Кнавалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля стартовал 14-й международный фестиваль «Славянские театральные встречи». Форум напередодня открыли артисты Национального академичного театра имя Янки Купалы комедийной постановкой «Ревизор». До 7-го Снежня включена на сценах областного центра. Свои спектакли покажут артисты девяти театров из Мазыра, Минска, Бранска, Чарнигова, Таганрога, Тбилиси и, конечно, Гомеля. Явгиня Кухаронак протягне. У программе 14-го международного сцены выйдуть герои пьес Мальера, Чапика, Уильямса, Макдонаха. Все лето свои постановки привезли 7 театров из разных городов Беларуси, России, Украины и Грузии. Господары фестивалю так само постараются здивить, як глядачоу, так и членов журы конкурсными спектаклями. Дзеное питание, чему, звычайно, мы чекаем от фестиваля. Крыть таки открытию. Выключено. На открытую открытию може быть у старым, добрым, знайомым, ведомым в это трекрот каштонное открытие. Особливость селетнего фестивалю святкование в его рамках 80-ти годзе Гомельска областного драматичного театра. Юбилейный вечер запланованный на 6-е Снежне. Однако урочистостями просякнута вся программа 14-го театрального форума. Навет перши спектакли, який показали купаловцы, обраны не выпадкова. Миновита постановка «Ревизор». 80-го тому 20-го Снежне открыли Гомельске русский драматичный театр. Сгадитесь, символично открыть гэтой комедии международный фестываль и не побояться пачать поборненство за гран-пры с такой высокой ноты. На фестивалях бывают и не самые лепшие спектакли раптом начинают ближчать, а альбо самые лепшие начинают падать. Тут по-разному, это такая совсем иншая международная взрывинка, что с этой такой сутыкнение энергии цикавая, что тебе никогда не покидает равнодушным до этой падения. Фестивальные спектакли покажутся на сценах Гомельского облдрамтеатра, ГЦК, молодежного и лялечного театра. Выники подведут 7-го снежня по завершении опошней конкурсной постановки «Вечера по французску». Далее у ее будут задельничаны актеры одразу двух театров. Шарниговского музычно-драматичного имя Шаученки и господаров фестивалю Гомельского облдрамтеатра. Евгений Кухаронок, Сергей Лукашук, телерадио компания «Гомель». У ГТА Дани Гомель примает и удельников 17-го международного дитяшого конкурсу «Музыка надеи». Пляцовкой для его проведения по традиции стал колледж мастатства имя Соколовского. Все лето на его сцене будут спооборничать коля 60 юных музыкантов из дитяшых школ мастатства и гимназий колледжов Беларуси, России и Украины. Для конкурсантов вызначили три взрослые группы. На протягу трех джен они будут демонстрывать свое мастерство игры на фортепиано. На сцене прогучать композиции эпохи барокко, классицизму, виртуозные этюды и творы белорусских композиторов. Жюри конкурса узначальвая загадчик кафедры специального фортепиано Белорусской Державной Академии Музыки Владимир Дулов. А кроме белорусских экспертов в Гомель приехали представники Польши, России и Молдовы. То, говорит о том, что и страна, и область в общем уделяют огромное значение развитию этого вида искусства классического. Головная мыта конкурсу – выявление и потребка талиновитых наученцев и умоцевание творческих совязей. В дни конкурса так само запланованы концерты, майстер-классы и экскурсии по городу. Шестого снежня – лепшие конкурсанты примут удел в заключенном галоконцерте. Тогда и назовут имены переможцам. В Гомеле стартовал Республиканский чемпионат спортивного товариства «Динамо» по самообороне. За перемогу змагаются правооховники из всей краины. Вероника Гамзюкова познайомилась со спортсменами. На диванный палац легкой атлетики на протягу четырех джон будут выходить больше спортсменов, которые представляют силовые структуры краины. Первый этап – боевые приемы затримания. Кожный спортсмен вытягивает билет с заданиями, у которых моделюется реальная ситуация. Например, нужно обезбрость нападника с пистолетом альбо ножом. В другой этап проходит ты, кто по выниках первого дня набрал 50 очков. Появляется молодежь, перспективная молодыка, которых сейчас набирают в системы свои МВД, МЧС, поэтому кто-то появляется новый, кто-то старый остается, но в основном большее количество людей, которые уже издавна борются в этом виде и уже друг друга знают. В этом году у нас нету команды сборной МВД, чемпионат личный у нас. Каждый участник выступает сам за себя и такое внегласное подведение будет между своими командами. Сярода дельников есть у свет на ведомые. Представник Минского областного управления МНС Андрей Казюсенок неодноразовый чемпион света, сребренный призер европейских гульняв. Один из лучших самбистов Беларуси означает, узровень динамовского чемпионата растет с каждым годом. Практично у всех, кто тут выступает, обороняют колеры белорусской сборной на международных споборницах. Каждый сотрудник любых органов, в том числе МЧС, должен поддерживать физическую форму и быть в хорошей физической форме, чтобы выполнять свои какие-то действия в работе. Тут есть и профессиональные спортсмены, естественно, они повседневно готовятся. Есть, которые уже давно покинули большой спорт, но они все равно продолжают поддерживать физическую форму. Пятого и шестого Снежня продают поединки другого этапа с поборницей по самбо. Они и вызначат переможцев и призеров. Вероника Гамзюкова, Валерия Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Это иные новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Де-факто на телеканале Белару4 в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сын и мать погибли в агрогородке Мичуринское Гомельского района. Накануне в их доме случился пожар, в результате которого вывести людей из помещения живыми не удалось. Трагедия случилась во вторник. В 11.09 Центра оперативного управления МЧС поступило сообщение о возгорании в жилом кирпичном доме. После того, как спасатели локализовали возгорание, они смогли войти внутрь и обнаружили на полу хозяйку, женщину 1954 года рождения. В соседней комнате на кровати находилось бездыханное тело и ее сына. Вероятная причина пожара неосторожное обращение с огнем при курении. Мужчина и женщина не имели постоянного места работы. За минувшие сутки это было не единственное ЧП по линии МЧС. За вчерашний день на пожарах в Гомельской области погибло три человека. Один из них житель Гомеля. Спасатели обнаружили его тело в четырехэтажке на улице Советской. 52-летний мужчина находился в кухне на полу без признаков жизни. Известно, что в квартире он проживал совместно с женой. Причина пожара устанавливается, проводится проверка. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Помощь спасателей сегодня понадобилась и в Светлогорске. На улице Лазос ехал в Кювет и перевернулся автомобиль БМВ. ДТП произошло после полуночи о случившемся, сообщили очевидцы. Они также рассказали, что водителю нужна помощь. Мужчина оказался зажат в салоне своего автомобиля. После того, как водитель иномарки потерял управление, машина съехала в Кювет, ударилась о столб и перевернулась. При помощи специального инструмента водителя удалось освободить. В последующем мужчина был госпитализирован. Неприятный сюрприз с утра пораньше. Сегодня в Гомеле жильцы многоквартирного дома вынуждены были выбирать обходные пути, чтобы выйти из подъезда. Дворовую территорию затопило водой, которая хлынула из трубы. Как оказалось, в подземных коммуникациях образовался свич. Его приехали устранять сотрудники Гомельского водоканала. В 11.30 подача воды была возобновлена в частных домах. К обеду должна была появиться и многоэтажки. Оставил вескую улику на месте преступления. В корме удалось задержать вора по следу от ботинка. Мужчина вытащил деньги из автомобиля, владелец которого забыл закрыть заднюю дверь. А плошностью воспользовался житель райцентра. Он забрался в салон и, уходя, оставил след от обуви на заднем сидении автомобиля. В последующем был задержан местный житель, который поначалу всячески отрицал свою причастность к преступлению. Но после предъявленных доказательств эксперта, тот выявил совпадение следа с рисунком подошвы ботинка подозреваемого, задержанный во всем признался. Не прожигай свою жизнь. В рамках одноименной республиканской акции представители служб профилактики провели совместный рейд в советском районе областного центра. Проверяющие сфокусировали внимание на проблемных домах и квартирах, расположенных на улице Жукова и Реческом проспекте. Главная цель акции сохранить людям жизнь и еще раз напомнить о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности. Сегодня одна из самых распространенных причин возгорания – курение в нетрезвом состоянии. Хозяин квартир и домов также напомнили о необходимости установки автономных пожарных извещателей. Только в Гомельской области в этом году выявлено 64 случая срабатывания АПИ, благодаря чему спасено как минимум 60 человеческих жизней. Это вся информация выпуска. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с Дефакто и оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Не зацепили лидеров. Гомель и Металлург потерпели поражение в чемпионате страны. К восьмой минуте домашнего поединка против Немана Рыси горели 0-3. Сусло, Кисло и Хильтуни наформили преимущество гостей. Надежду на трибуны Гомельского ледового дворца вернул как шаров. Во второй-третьи поединка он дважды удачно сыграл на пятачке перед воротами соперника и сократил отставание до минимума. На старте третьего периода Малявка вернул гостям комфортное преимущество, которое они сумели сохранить до финальной сирены. 4-2 победа лидера чемпионата. Сталевары, которые также играли на домашнем льду, на шестой минуте забросили ворота юности, а после полчаса игрового времени успешно отбивали атаки столичного коллектива. На 36-й минуте Цыганов счет сравнял. Желнировский еще до перерыва вывел гостей вперед. На экваторе третьего периода Кашкар поставил точку в поединке 3-1 победа юности. Завтра Гомель и Металург сыграют между собой. Полесское дерби пройдет в областном центре начало в 19.00. Сборная Беларуси по мини-футболу стала победителем международного турнира Межхед Кап 2019, который проходил в Иране. Вклад в эту викторию внесли и представители гомельских команд. Побед на матче против сборной Словакии один из голов белорусской дружины на счету связки из ВРЗ Селюк Матвиенко. Первый отдавал голевой пас, второй завершал атаку. В итоге белорусы победили 4-1. Следующий соперник был куда более грозный. Хозяева паркета бронзовые призеры чемпионата мира иранцы. В этом матче свое имя в протокол вписал железнодорожник Денис Колп. Игрок БЧ отдал голевую передачу. Белорусы были сильнее 3-2 и выиграли трофей. В Гомеле сегодня завершилось первенство области по гандболу. На арене Дворца игровых видов спорта состязались юноши в возрасте 14 лет и моложе. Награды оспаривали пять команд. Три дружины заявил областной Центр Олимпийского резерва по игровым видам спорта. По одной Гомельская из Душор номер 10 и Рогачевская из Душор номер 2. Несмотря на малую численность участников, турнир получился интересным в напряженных поединках. В том числе и тех, где соперники победителя не выявили, было в достатке. По итогам трех соревновательных дней верхнюю строку турнирной таблицы заняли гандболисты команды ГОД-41. За ними расположилась дружина с Душор номер 10. Замкнули тройку сильнейших спортсмены из Рогачева. Кстати, Рогачевский гандбол в последние годы заметно добавил. Рогачев прибавляет в последнее время, реально прибавляет, дает бой и гомельским командам. Буквально за последние два года очень сильно гандбол юношей в Рогачеве усилился. Первенство области для ребят это один из главных этапов подготовки к республиканской спортакеаде. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова